В сегодняшнем обзоре смарт-часы от бренда Jellius AmazWatch линейки 2020 года. Это идеальные часы для повседневного использования, которые одновременно удобные, многофункциональные и надежные. Дисплей квадратный на 1,3 дюйма. Данные часы абсолютно сенсорные. У них нет никаких кнопок на корпусе и все управление осуществляется при помощи сенсора. Ремешок очень гибкий, тонкий и легкий. В жаркую погоду рука не будет потеть от них и вы практически не будете ощущать, что часы на вашей руке. Делений на ремешке столько, что без проблем вы сможете подобрать идеальный для вас размер, чтобы они комфортно сидели на вашей руке. Заряжаются с помощью специальной клипсы с USB-шнуром, который идет в комплекте. На обратной стороне часов имеются датчики для зарядки и датчик, с помощью которого определяется сердечный ритм, но об этом немного позже. Теперь перейдем к функциональным возможностям AmazWatch. Нажимаю на дисплей. Дисплей включается. Если же никаких действий с часами не производить, тогда через 5 секунд дисплей отключается. Это удобно для экономии заряда часов. Включив экран, попадаете на стартовый экран, где показано время, день и уровень заряда часов. Данные часы имеют три сменных экрана, которые можно поменять с помощью приложения DoFit, но об этом немного позже, когда перейдем к разбору приложения. Листаю вниз и попадаю в меню, где можно включить и выключить Bluetooth, поменять яркость экрана и шестеренка, нажав на которую, вам открываются три кнопки. Сброс на заводские настройки, выключение часов и дальше. Нажав на дальше, вам открывается информация о данных часах. Чтобы вернуться в предыдущее меню, а в данном случае на стартовый экран, пролистывайте вправо. Это работает и для других меню. Чтобы вернуться в предыдущее меню, листайте вправо. Находясь на главном экране, пролистываем вверх и попадаем в меню смарт-часов. В AmazWatch есть три блока меню по четыре функции в каждом. В первом меню первая же функция – это шагометр. Показывает количество сделанных шагов, преодоленное расстояние и количество сожженных калорий. Эти данные передаются в приложение и вы можете следить за вашим ежедневным прогрессом. Перелистываю вправо и возвращаюсь в предыдущее меню. Вторая функция – это сообщение. При соединении с помощью Bluetooth с вашим смартфоном вы можете получать уведомления и смс-сообщения на смарт-часы, а также мессенджера, фейсбука, инстаграма, телеграма и вайбера. Для этого в приложении на телефоне необходимо выбрать желаемые приложения, из которых вы хотите получать уведомления на часы. Следующая функция – фазы сна. Думаю, с ней все понятно. Не снимайте часы с руки ночью и в данной функции вы увидите, сколько времени у вас был глубокий сон, а сколько поверхностный. Следующая функция – частота сердечного ритма. Так как часы идеально подходят для занятий спортом, данная функция необходима для контроля за своим состоянием. Главное, чтобы часы плотно прилегали к вашей руке. Изменения показателей вы также можете отслеживать в приложении и из приложения запускать измерение пульса, всего лишь нажав на кнопку «Измерить». Результат сразу же запишется в приложении. Листаю вверх и попадаю в следующее меню, где еще 4 функции. Первая функция – функция спорт. Как я уже сказал, часы идеально подходят для занятий спортом. И не только потому, что они имеют функции измерения давления, пульса и функции спорта, а еще и потому, что они стойкие к влаге и пыли. Степень защиты IP68, что означает, что в них вы можете и потеть, и бегать под дождем, купаться, плавать в бассейне, и им все будет ни по чем. Вернемся к функции спорт. Доступны 8 режимов – ходьба, бег, велосипед, альпинизм, футбол, баскетбол, скакалка и бадминтон. В каждом из режимов вы можете видеть время занятий спортом, количество совершенных шагов, преодоленное расстояние, сожженные калории и частоту сердечного ритма. В режиме «Велосипед» показано время, проведенное на велосипеде, количество сожженных калорий и частота сердечного ритма. Листая вправо, вы можете остановить измерение или поставить его на паузу. Следующая функция – это таймер, он же секундомер. Погода. Показывает состояние погоды на данный момент и какое будет в течение данного дня. Следующая функция – яркость. Листаю вниз и попадаю в третье меню, где есть еще 4 функции. Съемка. Позволяет непосредственно с помощью часов совершать снимки. Нажав на смарт-часах на камеру, на смартфоне автоматически запускается камера. Нажав еще раз на смартфоне, после обратного отчета 3 секунд вы получаете снимок. Это очень удобно для селфи и фотографий в Инстаграм. Следующая функция – измерение артериального давления. Показатель также записывается в приложении. Уровень кислорода в крови. Третья функция в данном меню. Показывает насыщение крови кислородом. В функции другое, как и в первом меню, которое я уже показывал, возможность бросить настройки на заводские, отключить Amazwatch и посмотреть параметры часов. Это весь функционал данных часов. Теперь перейдем к приложению DoFit и более подробно рассмотрим его возможности. Снизу имеется три вкладки. Я начну со средней вкладки, так как это меню смарт-часов с возможностью удаленного управления ими. Как видите, часы с приложением синхронизированы и можно видеть их название и уровень заряда. Вкладка «Циферблат». То, о чем я говорил ранее. Здесь можно выбрать один из трех сменных экранов и в режиме реального времени произойдет смена на часах. Уведомления. В этой вкладке вы выбираете из каких программ, приложений и мессенджеров вы хотите получать сообщения и уведомления на часы. С будильником, я думаю, все понятно. Часы позволяют вам не проспать и проснуться вовремя. Съемка. При выборе данной вкладки на часах и на телефоне включается камера и вы можете теперь удаленно делать снимки. Во вкладке «Прочие» общие настройки форматов отображения на часах. С обновлением ПО тоже, думаю, все понятно. Теперь перехожу на третью вкладку. Тут отображаются ваши данные, которые вы указывали о себе при первой установке приложения. Также можете задать цель по количеству пройденных шагов за день и узнать информацию о данном приложении. В первой вкладке все параметры, которые измерялись с помощью часов. Количество пройденных шагов с результатами за несколько дней. Качество вашего сна. Показатели сердечного ритма, а также результаты последних семи измерений. Показатель артериального давления и также семи последних значений. Уровень кислорода в крови и функция AGPS. Технология AGPS необходима для навигации при помощи смартфона. Ее можно использовать регулярно. Местоположение обнаруживается при помощи Wi-Fi или мобильной сети. Функция работает вне помещения. Включив ее, вы автоматически будете с помощью приложения получать данные о своем местонахождении на карте Google Map. Также получите данные о времени вашего местонахождения, темпе, в котором вы находитесь, количестве калорий при активации состояния пульс. Так что с помощью данного приложения вы можете следить за своим здоровьем и своим прогрессом. А смарт-часы Jellius Amazwatch будут вашим надежным спутником в повседневной жизни и в ваших спортивных достижениях. Приобрести данные часы можно, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Я же с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok